Все ожидают окончательного понимания, когда закончится большая концентральная война в Европе. 24 февраля 2022 года все эти оценки и все эти размышления были обнулены. Киев, как мне кажется, спешит с переговорами или я не права? Нам недостаточно, когда мы да, когда-то, в будущем вы сможете что-то получить. Вот 7 пунктов, вот еще 14, вот еще 21 пунктов. Домашняя работа и у вас, и у нас будет всегда. Без Молдовы, без Украины, ну Европа неполноценна. Ведь эта страна точно такие же имела проблемы, вот она и решила, а вы почему не решили. Символизм или нет? Давайте мы эту дорогу быстро пройдем, а потом примем участие в обсуждении конспирологических теорий. Понадобится примерно 20 лет. 20 лет, 10, 15, 30, 100, неважно. Вот сейчас другая вообще реальность. В этой реальности есть две абсолютно синхронные с Европейским Союзом страны. Украина и Молдова. Добрый вечер, вы смотрите «Сканер», и это специальный выпуск. Кишинев через несколько дней примет второй саммит Европейского политического сообщества. Приедут больше 40 глав государства и правительств, а также руководители европейских структур. Для Молдовы, как подчеркивали в руководстве страны, это уникальная возможность заручиться поддержкой не только в европейской интеграции, но и в преодолении энергетического кризиса и в противостоянии гибридным угрозам Москвы в условиях войны в Украине. О перспективах и сроках вступления Молдовы и Украины в ЕС, о выполнении обязательств перед Европейским Союзом, в том числе буксующей реформе юстиции, а это не только наша проблема, мы поговорили с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подолеком. Михаил Михайлович, спасибо, конечно, в очередной раз, что нашли время. И у нас сегодня с вами будет такой большой европейский разговор, так скажем, о европейских перспективах по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Эксперты, у которых я раньше брала интервью, среди прочего, говорят, что темпы вступления Украины и Молдовы будут разными. Но вот однако евродепутат Сергей Логодинский, например, считает, что обе страны будут и шли до сих пор и будут идти впредь в спайки. Что вы думаете? Я думаю, что как раз-таки синхронизация между Украиной и Молдовой действительно будет. Мне кажется, что касается вступления именно в экономическую часть Европейского Союза, имеется сам Европейский Союз, потому что у нас же есть отдельная программа вступления в НАТО, ну, военные альянсы. И она будет определяться, конечно же, она будет разновекторная для многих стран, но включая для Молдовы и для нас и так далее. А вот что касается экономической интеграции, то мы будем полностью синхронизированы. И наоборот, например, полностью выпадает, я уже вижу это однозначно, полностью выпадает из этого темпа третья страна, но которая рассматривает это Грузия. Поэтому я не разделяю вот эти пессимистические точки зрения, что Молдова или Украина будут медленнее заходить в Европейский Союз как таковой концептуально. У нас, в принципе, одни и те же проблемы, вы прекрасно их знаете, это проблемы синхронизации регуляторных функций государства, синхронизации антикоррупционных функций, имеется в виду синхронизации с европейскими нормативами. Это абсолютно точно синхронизация основных правил торговли и так далее и тому подобное. Они у нас одинаковые, нету никакой принципиальной разницы. То есть это в основном технические такие моменты, правильно я понимаю? Смотрите, концептуально, ведь с точки зрения философии мы понимаем, зачем мы идем в единый рынок. Понятно, почему мы хотим быть присоединены к Европейскому Союзу. Это доступ и к финансовым рынкам, это доступ и к рынкам сбыток как таковым и к технологическим рынкам. Для нас с вами это философски абсолютно понятно и ценностно абсолютно понятно. Единственное, что сегодня нужно проходить, это проходить этап технической регламентации, унификации технической регламентации. Все, не более того. То есть убирать лишние нормы из законодательства как такового и синхронизировать те нормы, которые находятся в дисбалансе между нами и Европой. Молдова не так давно получила доступ к европейским фондам, Украины, по-моему, еще нет. Все верно? Да, безусловно, сейчас идут переговорные процессы, чтобы получить доступ. Все-таки Украина находится в несколько более тяжелом положении с учетом, конечно же, войны таковой и с учетом, опять же, у нас же есть приоритетная задача немножко другого плана. Это не просто присоединиться к единому экономическому пространству. У нас же есть задача найти ресурсы для восстановления инфраструктурной части нашего народного хозяйства как такового, которая разрушена. Вы знаете, что сегодня, например, подписано на заседание Совета Европы реестр ущерба, ну то есть, грубо говоря, зафиксировано электронный реестр ущерба, куда вносится все, что пострадало в рамках этой войны. С одной стороны, с другой стороны, есть первичные оценки нанесенного уже на данный момент ущерба Украины, который оценивает Министерство финансов вместе с нашими партнерами внешними, в 411 миллиардов долларов. Ну то есть, грубо говоря, в эквиваленте. То есть, понимаете, для нас приоритетно, конечно же, немножко другое распределение денег, которые будут заходить. То есть, если для Молдовы очевидно, что вам нужно получать фондирование под программы развития, то нам нужно сначала фондирование под программы восстановления. Михаил Михайлович, рабочая группа, которая была создана Украиной и Молдовы, работает она? На каком этапе это работает? Конечно, работает. Безусловно, работает. Опять же, у нас же есть программа вступления, и у вас и у нас она четко прописана. Там очень большой фолиант условий технического характера, которые нужно проходить и фиксировать, в том числе отправлять по внутреннему законодательству, к внутреннему регуляторному законодательству как таковому и, соответственно, вносить коррективы. И, опять же, синхронизировать это, чтобы мы не, знаете, как бы не перебивали один другого с точки зрения... Ведь эта страна точно такие же имела проблемы, вот она их решила, а вы почему не решили? Мне кажется, что тут, ну, очень правильно, что рабочая группа создана, она как раз-таки позволит унифицировать подходы. И я скажу, что это очень нравится нашим европейским партнерам, когда страны, которые проходят практически... Мы сейчас говорим об экономической интеграции, да, соответственно, страны, которые проходят практически одну и ту же дорогу, действительно были в этой дороге синхронизированы. А это можно сделать только через работу в консультативных или рабочих группах совместно. Европарламент в апреле принял резолюцию, которая призывает начать переговоры по вступлению. Документ, конечно, важный, бесспорно, но когда и на каких условиях эти переговоры могут начаться? Вот если в мою оценку объективную, ну, вернее, субъективную оценку давать, переговоры начнутся, когда уже наши партнеры будут понимать, как будет финализироваться эта война. Вот в этот момент тогда многие вопросы будут еще более интенсифицированы, разблокированы. То есть, грубо говоря, есть определенное ожидание, потому что мы зашли в фазу, в следующую фазу войны. Сейчас инициатива у Украины. Если Украина демонстрирует определенные эффективные, мягко говоря, объемные действия по линии фронта, то, соответственно, будет уже более-менее понятно, когда и как будет финализироваться эта война, на каких условиях будет понятно, что российское присутствие в регионе будет практически стремиться к нулю, и в том числе в Молдове оно будет стремиться к нулю. И это объективный процесс, несмотря на то, что у вас еще периодически там возникают определенные уличные телодвижения у пророссийских партий, но тем не менее. Как только будет понятно календарное движение к финалу войны, то, соответственно, будут резко интенсифицированы и обозначены календарные конкретные сроки, когда будут проводиться те или иные фиксации. Премьер-министр Денис Шмыгаля заявлял о выполнении Украины всех требований Еврокомиссии для начала переговоров по вступлению. Это семь критериев, насколько я помню. Вот действительно ли Украина готова к членству? И какие обещания еще, данные Европейскому Союзу, еще нужно будет выполнить? Почему Киев, как мне кажется, спешит с переговорами? Или я не права со спешкой? Для нас мы не то, что спешим с переговорами, мы просто хотим определенной определенности. То есть, вы знаете, вот президент, например, я перейду, чтобы по аналогии было понятно, президент, когда сейчас имел большое такое европейское турне, имеется в виду Франция, Германия, Италия и Великобритания, президент везде подчеркнул, смотрите, мы хотим определенности календарного типа, например, с точки зрения вступления в НАТО. Ну, то есть, почему? Потому что нам недостаточно, когда мы, да, когда-то в будущем вы сможете что-то получить. Точно так же касается и Европейского Союза, но имеется в виду экономической интеграции. Мы хотим, чтобы это не было так, смотрите, вот 7 пунктов, вот еще 14, вот еще 21 пункт, а вот у вас еще есть, необходимо домашнюю работу доделать. Домашняя работа и у вас, и у нас будет всегда. Ну, потому что даже те страны, которые уже там десятилетиями находятся внутри Европейского Союза, периодически выполняют ту или иную работу, в том числе по стабилизации собственных финансовых рынков, в том числе по стабилизации собственных банковских рынков и так далее. У нас с вами точно такая же работа будет. И, безусловно, есть фундаментальные ценностные критерии, о которых мы говорим, о семи критериях, они выполнены, да. Если есть что-то, что необходимо по дороге доделывать, и вам, и нам, мы это будем доделывать по дороге. Просто хочется, и мы всегда об этом говорим, хочется четкой календарной привязки. Я понимаю, вот сейчас, если вернемся к предыдущему вашему вопросу, понятно, что все ожидают окончательного понимания, когда закончится большая континентальная война в Европе. И от этого уже будет зависеть, когда будут те или иные интеграционные экономические процессы ускорены. Ну, то есть, грубо говоря, вот мы хотим определенности в этом. То есть, например, месяц и это. Через два месяца следующий этап. То есть, мы хотим этой определенности именно вот в таком плане. А относительно календарной определенности вступления в НАТО, уже все понятно? Она получена была в том самом турне? Мы же как раз об этом и говорим, что сейчас страны фиксируют декларативно, что да. И вы вспомните заявление господина Столтенберга, генерального секретаря НАТО, что практически все страны, входящие в блок НАТО, единогласно за то, чтобы Украина была несомненным членом НАТО. Ну, единогласно. Мы делаем скидку на одну страну. Вы ее знаете прекрасно. Это Венгрия, которая демонстрирует удивительное поведение, находясь внутри Европейского Союза. Это, кстати, говорит о том, что, наверное, не всегда страны должны быть внутри Европейского Союза, если они не разделяют ценности Европейского Союза. Ну, вот я как раз хотела упомянуть еще президента Эстонии, которая, правда, в 2021 году это заявила. Она говорила, что по ее мнению, Украина-Молдова, ну и она упомянула и Грузию еще тогда, наверное, сейчас бы вряд ли бы она бы произнесла и третью страну, понадобится примерно 20 лет. И вообще, в принципе, она довольно с таким скептицизмом относилась к тому, что вообще, в принципе, эти три страны когда-либо будут присоединены к Европейскому Союзу. Это очень просто на это, да, скептицизм — это полезное качество для многих процессов, но тем не менее, во-первых, дорогу осилит идущий, это однозначно, а во-вторых, 24 февраля 2022 года все эти оценки и все эти размышления были обнулены. Сейчас другая реальность, и в этой реальности и Украина, и, безусловно, Молдова являются неотъемлемой частью Европы. И, собственно, война, ну, к сожалению, безусловно, она идет на территории Украины, где мы платим наивысшую цену за то, чтобы Европа существовала в пределах определенных ценностных коридоров и определенных ценностных границ. И одним из этих является осознание, что либо все страны европейские действительно живут в рамках одного ценностного контура, либо есть разные у нас понимания ценностей. Поэтому все, что было до 24 февраля, тогда это было дискуссионно, можно было действительно искать резоны 20 лет, 10, 15, 30, 100, неважно. Вот сейчас другая вообще реальность. В этой реальности есть две абсолютно синхронные с Европейским Союзом страны, Украина и Молдова. Грузии в этом списке нет. Не Грузии как общество, а Грузии как государство, как правительство, которое демонстративно отказалось от своего суверенитета, приняв право Путина, единолично решать, например, будут там визы, не будут визы, будут летать самолеты, не будут самолеты и так далее. Нас с вами это не волнует. Грузия выбрала дорогу гораздо длиннее к единому европейскому дому. У нас с вами другого варианта, кроме как стать неотъемлемыми частями Европы в ближайшее, подчеркиваю, будущее. Здесь нету 20 лет. Через 20 лет уже будет совершенно другие темы волновать и европейский континент в том числе. Вот у нас с вами очень короткая дорога будет в Европейский Союз, потому что, мне кажется, без Молдовы, без Украины Европа неполноценна. А Россия не является Европой. И наконец-то, еще раз скажу, наконец-то по границе Украины, это наиболее большая граница с европейской страной, наконец-то будет разделена четкая граница Европа и не Европа. Россия относится к не Европе. Я бы даже сказал, что Россия и Кази это не относятся к современной. Правильно ли я вас поняла, что никакой угрозы при таком быстром включении большой страны, как Украина, в Европейский Союз не грозит, нет риска политической блокировки? Или есть все-таки такая угроза? Какие-то дискуссии будут, но угрозы точно нету. Дискуссии однозначно будут, потому что, вы понимаете, политическая бюрократия, ну или, скажем так, классическая бюрократия, она имеет склонность к тому, чтобы долго обсуждать то, что обсуждению, в принципе, не подлежит. То есть есть какие-то принципиальные вещи, которые нужно принять по умолчанию. Если есть какие-то замечания, их нужно высказать здесь и сейчас и попытаться их решить, опять же, в диалоговом режиме. И, соответственно, не искать возможности создавать искусственный диалог. Искусственный диалог, имеется в виду коллективный диалог, когда обсуждается причины, почему нужно еще на день что-то отложить или еще на два дня что-то отложить. И нету никаких политических рисков интеграции в европейское сообщество такой большой страны, как Украина. И, на мой взгляд, экономических рисков немного. У нас совершенно другие риски. Экономические, как правило, это паритетные дисбалансы тех или иных отраслевых рынков, но они связаны как раз-таки не с политической составляющей. Это немножко другая уже проблема. А решен ли вопрос с отбором судей в Конституционный суд? Насколько я знаю, что эту рекомендацию украинская сторона решила выполнять не так, как хотели в Европейском Союзе. Нет, у нас идет диалог. У нас абсолютно нормальный диалог идет по целому ряду. У нас идет трансформация таких систем, как Высший Совет Правосудия, ВККС. Это инфраструктурная организация, которая определяет вообще судейскую вертикаль как таковую. У нас идет дальше, продолжается трансформация антикоррупционной вертикали. То есть она выстраивается. То есть у нас есть и Высший Антикоррупционный суд, и специализированная антикоррупционная прокуратура. И, безусловно, у нас интенсифицировали сейчас антикоррупционные дела. Последние, вы знаете, антикоррупционные суда и так далее. То есть нет. У нас есть рабочие вопросы. Они обсуждаются на уровне и, например, Венецианской комиссии, если есть определенные замечания. Или на уровне других корпоративных образований Европейского Союза. Мы вносим коррективы. И, соответственно, конечно же, все это будет урегулировано в необходимом для интеграции с Европейским Союзом объеме. Михаил Михайлович, Вы говорили, что все идет, в принципе, по определенной процедуре. И, тем не менее, получается, что, Вы мне поправьте, если я не права, что будут сразу проходить и реформы, связанные с вступлением, и восстановление, трансформация Украины. А вот ЕС, собственно говоря, впервые будет рулить и одним, и другим, если я правильно подобрала слово «рулить». Ну, вот это нестандартно, Вам так не кажется? Ну, Вы знаете, мне кажется, что нестандартно в 21 веке иметь войну такого типа, которую мы сегодня имеем в Украине. И, соответственно, эта война, еще раз я хочу на этом застрить внимание, война сняла некоторую вот эту, знаете, лень, что ли, или успокоенность, которая была присуща, собственно, тем процессам в Европе, которые мы видели. То есть Европа понимает, что за ценности нужно бороться, ценности нужно защищать, и, соответственно, не нужно консервативно слишком подходить к оценке тех или иных событий или действий. И мне кажется, что, исходя из вот этого встряски, который дает война европейскому континенту в целом, многие вещи будут изменены, многие подходы будут изменены. Посмотрите, вот даже риторику с точки зрения войны, берем Швейцарию, берем Германию, посмотрите, они полностью поменялись. Швейцария, например, идет на, вернее, обсуждает и близка к решению о том, чтобы отменить свое одно из фундаментальных правил нейтралитета, не давать разрешение на передачу оружия. Германия, которая формирует едва ли не самый большой военный пакет и принимает на себя ключевую ответственность за то, чтобы война правильно была финализирована. Это нельзя было представить еще, условно говоря, полгода назад. То есть, грубо говоря, диспозиция стран меняется. И, соответственно, оценка стран о том, как должна идти интеграция Украины. Украина, еще раз подчеркиваю, довоенная и Украина поствоенная, это две большие разницы. Ну и понятно Молдова, потому что Молдова тоже находилась, мы с вами прекрасно понимаем тот план России, который частично был озвучен и так далее, Молдова тоже находилась под угрозой. Для того, чтобы в будущем угроз не было, Молдова должна не зависеть, давайте уже я так прямо скажу, чтобы было понятно, и в Европе, мне кажется, понимание этого намного более глубокое сейчас. Для того, чтобы мы не решали потом вопросы безопасности, ну то есть, грубо говоря, практически не противодействовали тому или иному экспансионистскому конфликту, который затеет опять же Россия через какое-то время, а это несомненно, Европа должна быть полностью интегрирована, например, в экономическом и финансовом плане в европейские единые пространства. Это же очевидно. Тогда зависимости Европы не будет от тех или иных российских партий, которые не будут настаивать на том, что молдавская экономика сильно и чрезвычайно зависима от тех или иных параметров российской экономики. Ну то есть, безусловно, сегодня понимание того, что интеграция стран, даже если они на каком-то этапе еще не полностью инфраструктурно, ну или, скажем так, архитектурно, соответственно, архитектурно имеется в виду с точки зрения управленческих решений, комплементарны европейским правилам, то, соответственно, гораздо проще ее втянуть в таком виде в Европу для того, чтобы полностью обеспечить безопасность. То есть, это комплексный подход к безопасности. И поэтому я бы сейчас рассматривал на те диалоги, которые идут с точки зрения интеграционных процессов у Украины с Европой и у Молдовы с Европой совершенно иначе, чем это было до февраля 2022 года. Потому что интеграция в этом случае будет содействовать обеспечению дополнительных контуров безопасности, не только военной, но именно полная оторванность от тех или иных зависимостей от России. Потому что любая малейшая зависимость от России, это, кстати, касается и неурегулированных территориальных споров, вы понимаете, о чем я говорю и так далее. Вот любая маленькая зависимость, она всегда будет провоцировать нестабильность безопасностного контура. Мне кажется, Европа на сегодняшний день понимает разницу между войной с точки зрения затрат, с точки зрения потерь и, например, необходимостью оторвать экономику той же Молдовы или той же Украины полностью окончательно оторвать от бывшего контура под названием Советский Союз, который сейчас выглядит в СНГ и, соответственно, минимизировать потери. Ну и если подытожить вопросы, которые касаются перспективы вступления в Европейский Союз, в 2024 году Молдова и Украина будут в Европейском Союзе? Мы с вами можем более точно, практически до месяцев говорить о том, когда будем понимать финал войны. То есть финал войны от этого зависит. Мне кажется, что скорость вступления в НАТО чуть повыше будет у Украины, чем скорость вступления в Евросоюз. Потому что Европейский Союз все-таки чуть более инертен с точки зрения определенных бюрократических процедур. Вот НАТО, это будет чрезвычайно быстро. Ускоренная процедура там вдвойне ускорена. Тем более Финляндия показала пример даже страны, которая не воюет. Украина будет иметь еще больше аргументов с точки зрения ускоренной процедуры вступления в НАТО. И там будут практически убраны все бюрократические проволочки. И очень, еще раз повторяю, это будет важно, символически и ценностно, информационно показать. А вот вступление в Евросоюз, оно не сможет, если быстрое вступление в НАТО, не сможет на долгое время откладываться. Оно тоже должно будет доиграть вот этот символизм объединения Европы. Мне кажется, что в момент вступления Украины и Молдовы в Европейский Союз будет полностью завершено объединение Европы в рамках концепции единой Европы. В полном объеме. Ну, 1 июня Молдова принимает саммит европейского политического сообщества. Прибудет высшее руководство Европейского Союза, 47 президентов и премьер-министров. Не могу, конечно, не задать вопрос. Владимир Зеленский будет? Вы знаете наше правило. Мы заранее, исходя из безопасности, не говорим об этом. Я объясню, почему безопасность. Да, президент сегодня участвует во внешних встречах в других странах. Но, тем не менее, мне кажется, что сейчас риски для безопасности тоже чрезвычайны. Потому что Россия, например, понимает ключевой фактор, который не позволяет России перевести войну в затяжной конфликт и подписать, например, Минск-3-0. Он понимает, что воля президента Зеленского, который категорически отказывается пойти на компромисс, на стандартный компромисс территории в обмен на мир, он, в принципе, не позволяет российской лоббистской группе, которая все равно еще достаточно большая, в том числе в Европе, продави тему, давайте все-таки принудим Украину по сути капиталитивному подписанию вот этого, скажем, статус-кво с новой линией разделения, с новыми оккупированными территориями и так далее. Поэтому для президента существуют риски несомненные, потому что для России он воспринимается как главная причина невозможности реализовать вот этот план. И, соответственно, мы поэтому о каких-то визитах стараемся, конечно, меньше говорить, особенно о формате визитов, о времени визита непосредственно и так далее. Это инициатива президента Франции Макрона. Многие рассматривают ее не как платформу для общения или сближения европейских стран, а как альтернативу Европейскому Союзу. Что вы думаете по этому поводу? Я, честно говоря, очень люблю, конечно, конспирологические теории. Они мне очень нравятся, потому что они позволяют людям повышать свою собственную стоимость информационную, когда они предлагают такие концепции. Но, на мой взгляд, нет альтернативы Европейскому Союзу в принципе. Да, там могут быть шероховатости, чрезмерная бюрократизация процессов определенных, но концепция «Единая Европа» и Европейский Союз является, скажем так, логистическим выражением концепции «Единой Европы». Альтернативы точно нет. Мы либо все вместе в одном рынке участвуем и постепенно правила меняем, ну, с точки зрения, чтобы они становились более лояльны, что ли, к потребностям сообществ, как таковых, ну, то есть, чтобы они были более динамично отвечающими условиям меняющейся окружающей действительности, как таковой, ну, то есть, когда люди получают там те или иные возможности в большем объеме. Либо Европейский Союз будет дробиться все время на какие-то анклавные составляющие, которые между собой будут конкурировать и таким образом снижать общую конкурентную способность европейского континента в целом. Я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем, имея возможность быть высококонкурентным в виде корпоративного образования под названием Европейский Союз, добровольно идти на снижение своих конкурентных возможностей, участвуя в конкурентной борьбе между своими, а не с другими регионами. Тут для меня это загадка. Но, тем не менее, смотрите, такие концепции могут все время обсуждаться, конспирологические. Мы с вами должны к ним спокойно относиться. У нас задача и у Украины, и у Молдовы приоритетная задача номер один – стать неотъемлемой и обязательной частью Европейского Союза в максимально короткие сроки. Давайте мы эту дорогу быстро пройдем, а потом примем участие в обсуждении конспирологических теорий. Первый саммит ИПС проходил в Праге, второй проходит в Молдове символизм или нет? Что, Восточная Европа главный модератор процесса? Ну, в какой-то степени, мне кажется, что Восточная Европа… Вы знаете, я вообще к Восточной Европе отношусь с очень большой симпатией, потому что это сейчас движительная сила, двигательная сила европейского прогресса в целом, если бы так позволю. Потому что Восточная Европа, она более что ли динамична, потому что им надо создать еще тот уровень и качество жизни, который уже присутствует в Западной Европе как основа основ в течение последних десятилетий. И, соответственно, поэтому Восточная Европа намного более динамична, намного более откликабельна на какие-то инициативы, пытается искать какие-то решения, предлагает эти решения и быстрее принимает эти решения. И поэтому, конечно, какой-то символизм присутствует, что наиболее интересные инициативы прежде всего реализуются через те или иные страны Восточной Европы. Ну, в данном случае мы имеем в виду и Чехию, и Молдову. Михаил Михайлович, я бы хотела вас попросить небольшой комментарий по поводу Гагаузии. Я знаю, что вы следите за тем, что у нас тут происходит. Интересно, что вы думаете? Как вам это видится? Мне видится это крайне отрицательно, потому что, мне кажется, такого неаргументированного теплого отношения к Российской Федерации трудно отжидать от региона, который, собственно, из-за этой любви к Российской Федерации выглядит достаточно неконкурентно, я так деликатно скажу, с точки зрения качества жизни. Ну, понимаете, есть прямая зависимость. Чем больше ты любишь Россию, тем более в тяжелых жизненных условиях ты будешь жить. Ну, то есть в этом очевидны какие-то вещи. Мне кажется, что и Гагаузии, и любому другому региону любой другой страны очень важно понять, что качественный уровень жизни возможен только в унитарном государстве, в данном случае в Молдове. Только. Ну, то есть необходимо точно разделять ценности Молдовы, на мой взгляд. Необходимо точно понимать, что любое сопротивление правильному движению, европейскому движению Молдовы, оно ухудшает качество жизни. И, естественно, нужно понимать, что Россия воспринимает любые регионы, включая Гагаузию, только как плацдармы для уничтожения другой государственности, другого уровня и качества жизни. Вот и все. То есть пророссийски настроенный башкан Гагаузии, это... Любой пророссийски настроенный лидер того или иного региона означает, что этот регион будет загнивать. Я хочу просто, чтобы мы научились называть вещи своими именами. Нету никаких вариантов, кроме гниения, если есть пророссийскость. Вот все, что касается России, это всегда путь тупиковый к максимально нищему существованию, с максимально ограниченными перспективами, с максимально отсталым уровнем жизни. Население Гагаузии так не считает. Это их выбор. Я не спорю. Смотрите, мы же не спорим с вами, по сути, с точки зрения выбора конкретного человека. Любой человек сам делает свой выбор, жизненный выбор, выбирает ту дорогу, по которой он хочет идти. И ту нищету, в которой он хочет существовать, считая, что флаг красного цвета, который он будет держать в руке, будет заменять ему тот уровень жизни, который мог бы быть, если бы он адекватно воспринимал Россию. Вот и все. Поэтому, естественно, свобода выбора, безусловно, присутствует. Но, с другой стороны, у меня вопрос к Молдове. Унитарное государство — это унитарное. Вот сепаратизм российского типа привел к масштабной войне в Украине. Геноцидного толка. Россия всегда вкладывается в сепаратизм подобного рода, потому что никогда нету никаких реальных подоплек для того, чтобы атаковать другие страны. Но Россия работает всегда по одному и тому же стандарту, стандарту 70-х годов, когда она создает сначала плацдарм, насыщает этот плацдарм, территориальный плацдарм, насыщает какой-то негативной аурой, дает туда деньги, постепенно там эрозирует уровень жизни, потому что люди не получают надлежащего качества. Россия не может давать надлежащее, скажем так, эволюционно развивающееся качество жизни. И, соответственно, потом этот плацдарм всегда становится важным для атаки на унитарное государство, на другое государство. Но тут важно понять, что людям, которые находятся в крайне угнетенном, униженном и нищем состоянии, Россия всегда говорит, смотрите, враг не мы, которые вас в это состояние заводим своей абсолютно примитивной политикой, а враги это то государство, которое вас хочет сделать наоборот соответствующим европейскому уровню жизни региона. Вот и все. То есть, грубо говоря, Россия очень просто всегда говорит о том, что есть внешний враг, с которым нужно воевать. Вопрос другой. А зачем? Если Молдова становится неотъемлемой частью Европы в полном объеме, то Гагаузия приобретает совершенно другой статус и другой уровень жизни. Неужели недостаточно посмотреть, как живут, в каком состоянии живут регионы Российской Федерации? Это абсолютно униженные, нищие, бесправные регионы, никому не нужные, с крайне отрицательными, как любит Российская Федерация говорить, качеством жизни. Зачем стремиться к отрицанию, если можно стремиться к прогрессии? Европейское движение Молдовы — это исключительная прогрессия. Да, сложно. Да, будут определенные тяжелые задачи, которые необходимо будет решать. Да, это не все сразу становится на места свои. Да, придется работать. Но, тем не менее, прогрессия в Европейском Союзе намного выше, чем любой образ жизни, который предлагает, опять же, чужим территориям Российская Федерация. Российская Федерация Гагаузии предлагает только то, что она сделала с нашим немецким монталом. Поняла. Огромное спасибо, Михаил Михайлович. Евросоюз — это партнерство, мир, демократия и солидарность. Об этом говорили послы стран ЕС в преддверии саммита Европейского политического сообщества. 1 июня Молдова будет центром Европы, где будут налаживать диалог о сотрудничестве, подчеркнул посол ЕС в республике Янис Мажейкс. Также он отметил, что Брюссель мобилизовал порядка миллиарда 200 миллионов евро для поддержки Молдовы в преодолении кризисов. Партнерство между ЕС и Молдовой создаёт возможности, шансы, новые рабочие места. Укрепление экономики необходимо, чтобы оправдать ожидания граждан, снизить неравенство, чтобы создать в странах-партнёрах места, в которых люди захотят строить своё будущее. Крепкие взаимосвязи между ЕС и странами восточного партнёрства — это важная движущая сила для развития экономики, региональной интеграции, торговли и мобильности. Европейский союз — это сообщество государств, которые разделяют общее видение. Таким образом, демократия и верховенство закона — это основы коммуникации и координации, которые союз продвигает на внутреннем и внешнем плане, которым руководствуется во всех политиках. Основываясь на этом видении, ЕС развил особые политики по поддержке демократии и мира на всём свете. ЕС ответственен за продвижение мира и демократии во всех своих внешних делах, включая развитие, расширение и политику соседства. Солидарность — это то, что делает Европу единой по сравнению с другими регионами мира. Это ценность, сердце многих учреждений и политик Евросоюза. Во время кризиса солидарность ещё более важна. Страны-члены и партнёры не останутся незащищёнными, когда сталкиваются с трудностями. В этом духе Румыния и ЕС немедленно мобилизовались, когда Республика Молдова сильно пострадала от энергетического кризиса, который возник из-за войны России против Украины. Дорогие друзья, это означает, что Румыния и Европейский Союз — это единство и солидарность. А ещё в поддержку Молдовы хозяйки саммита записали видеообращение лидеры европейских структур. Европейский Союз рядом с Республикой Молдовы. Мы поддерживаем вашу энергетическую безопасность, вашу экономическую стабильность. Мы поддерживаем ваши реформы на пути к нашей европейской семье. Молдова не одинока. Европейский Союз с вами. Республика Молдова может гордиться мужеством, которое она продемонстрировала, сопротивляясь запугиванию со стороны России. Молдоване могут гордиться солидарностью, проявленной по отношению к Украине. Европарламент всегда будет для Молдовы настоящим другом, союзником, потому что мы не сомневаемся, наше будущее вместе. 1 июня Республика Молдова станет сердцем Европы. Вы откроете двери своей прекрасной страны для 50 европейских лидеров. 50 друзей Молдовы – это исторический момент для вашей страны и для народа этой страны. 44 европейских лидера уже подтвердили участие в саммите. Главными темами переговоров будут безопасность и экономическая устойчивость Европы. Напомню, в день саммита будут приняты беспрецедентные миробезопасности. Небо над Молдовой будет закрыто. Аэропорт будет принимать только самолеты официальных делегаций. Главные улицы Кишинева и путь до Бульбаки закроют для транспорта. Правительство и полиция просят следить за официальными сообщениями. Тем, кто окажется в центре города, следует иметь при себе документы на случай, если их захотят проверить. Впрочем, 1 июня – выходной для всех. 2-го бюджетники тоже будут отдыхать. Частным компаниям рекомендовали также дать выходной сотрудникам. Так что следите за сообщениями и активного передвижения по городу не планируйте. Итоги саммита подведем через неделю. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok